Фараон и Харал, Байо Хенри, read in Russian for LibriVox.org by Privacy. Соупи заёрзал на своей скамейке в Мэдисон-сквере. Когда стаи диких гусей тянутся по ночам высоко в небе, когда женщины, не имеющие котиковых манто, становятся ласковыми к своим мужьям, когда Соупи начинает ёрзать на своей скамейке в парке, это значит, что зима на носу. Жёлтый лист упал на колени Соупи. То была визитная карточка Деда Мороза. Этот старик добык постоянным обитателям Мэдисон-сквера и честно предупреждает их о своём близком приходе. На перекрёстке четырёх улиц он вручает свои карточки Северному ветру, Швейцару гостинице под открытым небом, чтобы постояльцы её приготовились. Соупи понял, что для него настал час учредить в собственном лице комитет для изыскания средств и путей к защите своей особы от надвигавшегося холода, поэтому он заёрзал на своей скамейке. Зимние планы Соупи не были особенно честолюбивы. Он не мечтал ни о небе юга, ни о поездке на яхте по Средиземному морю со стоянкой в Неаполитанском заливе, трёх месяцев заключения на острове – вот чего жаждала его душа. Три месяца верного крова и обеспеченной еды, в приятной компании, вдали от посягательства Борея и фараонов, для Соупи это был поистине предел желаний. Уже несколько лет гостеприимная тюрьма на острове служила ему зимней квартирой. Как его более счастливые сограждане покупали себе билеты во Флориду или на Ривьеру, так и Соупи делал несложные приготовления к ежегодному паломничеству на остров. И теперь время для этого наступило. Прошлой ночью три воскресных газеты, которые он умело распределил, одну под пиджак, другой обернул ноги, третий закутал колени, не защитили его от холода. Он провёл на своей скамейке у фонтана очень беспокойную ночь, так что остров рисовался ему желанным и вполне своевременным приютом. Соупи презирал заботы, расточаемые городской бедноте во имя милосердия. По его мнению, закон был милостивее, чем филантропия. В городе имелась тьма общественных и частых благотворительных заведений, где он мог бы получить кровь и пищу, соответствовавшие его скромным запросам. Но для гордого духа Соупи дары благотворительности были тягостны. За всякое благодеяние, полученное из рук филантропов, надо было платить, если не деньгами, то унижением. Как у Цезаря был брут, так и здесь. Каждая благотворительная койка была сопряжена с обязательной ванной, а каждый ломоть хлеба отравлен бесцеремонным залезанием в душу. Не лучше ли быть постояльцем тюрьмы? Там, конечно, всё делается по строго установленным правилам, но зато никто не суётся в личные дела джентльмена. Решив таким образом отбыть на зимний сезон на остров, Соупи немедленно приступил к осуществлению своего плана. В тюрьму вело много лёгких путей. Самая приятная дорога туда пролегала через ресторан. Вы заказываете себе в хорошем ресторане роскошный обед, наедаетесь до отвала и затем объявляете себя несостоятельным. Вас без всякого скандала передают в руки полисмена. Сговорчивый судья довершает доброе дело. Соупи встал и, выйдя из парка, пошёл по асфальтовому морю, который образует слияние Бродвее и Пятая Авеню. Здесь он остановился у залитого огнями кафе, где по вечерам сосредоточивается всё лучшее, что может дать виноградные лоза, шелковичный червь и протоплазма. Соупи верил в себя. От нижней пуговицы жилета и дальше вверх. Он был чисто выбрит, пиджак на нём был приличный, а красивый чёрный галстук бабочкой ему подарила в день благодарения дама-миссионерша. Если бы ему удалось незаметно добраться до столика, успех был бы обеспечен. Та часть его существа, которая будет возвышаться над столом, не вызовет у официанта никаких подозрений. Жареная утка, думал Соупи, и к ней бутылка шабли. Затем сыр, чашечка чёрного кофе и сигара. Сигара за доллар будет в самый раз. Счёт будет не так велик, чтобы побудить администрацию кафе к особо жёстким актам мщения. А он, закусив таким манером, с приятностью начнёт путешествие в своё зимнее убежище. Но как только Соупи переступил порог ресторана, намётанный глаз метродотеля сразу же приметил его потёртые штаны и стоптанные ботинки. Сильные ловкие руки быстро повернули его и бесшумно выставили на тротуар, избавив таким образом утку от уготованной ей печальной судьбы. Соупи свернул с Бродвея. По-видимому, его путь на остров не будет усеян розами. Что делать? Надо придумать другой способ проникнуть в рай. На углу 6-й авеню внимание прохожих привлекали яркие огни витрины с искусно разложенными товарами. Соупи схватил булыжник и бросил его в стекло. Из-за угла начал сбегаться народ. Впереди всех мчался полисмен. Соупи стоял, заложив руки в карманы и улыбался навстречу блестящим медным пуговицам. «Кто это сделал?» — живо осведомился полисмен. «А вы не думаете, что тут замешан я?» — спросил Соупи не без сарказма, но дружелюбно, как человек, приветствующий великую удачу. Полисменный пожелал принять Соупи даже как гипотезу. Люди, разбивающие камнями витрины магазинов, не ведут переговоров с представителями закона. Они берут ноги в руки. Полисмен увидел за полквартала человека, бежавшего вдогонку за трамваем. Он поднял свою дубинку и помчался за ним. Соупи с омерзением в душе побрел дальше. Вторая неудача. На противоположной стороне улицы находился ресторан без особых претензий. Он был рассчитан на большие аппетиты и тощие кошельки. Посуда и воздух в нем были тяжелые, скатерти и супы жиденькие. В этот храм желудка Соупи беспрепятственно провел свои предосудительные сапоги и красноречивые брюки. Он сел за столик и поглотил бифштекс, порцию оладий, несколько пончиков и кусок пирога. А затем поведал ресторанному слуге, что он, Соупи и самая мелкая никелевая монета не имеют между собой ничего общего. Ну, а теперь, сказал Соупи, живее. Позовите фараона. Будьте любезны, пошевеливайтесь, не заставляйте джентльмена ждать. — Обойдешься без фараонов, — сказал официант, голосом мягким, как сдобная булочка, и весело сверкнул глазами, похожими на вишенки в коктейле. — Эй, кон, подсоби! Два официанта аккуратно уложили Соупи левым ухом на бесчувственный тротуар. Он поднялся, сустав за суставом, как складная плотничья линейка, и счистил пыль с платья. Арест стал казаться ему радужной мечтой. Остров далеким миражом. Полисмен, стоявший за два дома у аптеки, засмеялся и пошел дальше. Пять кварталов миновал Соупи, прежде чем набраться мужества, чтобы снова попытать счастья. На сей раз ему представился случай прямо-таки великолепный. Молодая женщина, скромная и мило одетая, стояла перед окном магазина и с живым интересом рассматривала тазики для бритья и чернильницы. А в двух шагах от нее опершийся пожарный кран красовался здоровенный, сурового вида полисмен. Соупи решил сыграть роль презренного и всеми ненавидимого уличного лавелласа. Приличная внешность намеченной жертвы и близость внушительного фараона давали ему твердое основание надеяться, что скоро он ощутит увесистую руку полиции на своем плече и зима на уютном островке будет ему обеспечена. Соупи поправил галстук, подарок дамы-миссионерши, вытащил на свет Божий свои непослушные манжеты, лихо сдвинул шляпу на бекрень и направился прямо к молодой женщине. Он нагриво подмигнул ей, крякнул, улыбнулся, откашлился, словом нагло пустил в ход все классические приемы уличного приставалы. Уголком глаза Соупи видел, что полисмен пристально наблюдает за ним. Молодая женщина отошла на несколько шагов и опять передалась созерцанию тазиков для бритья. Соупи пошел за ней следом, нахально встал рядом с ней, приподнял шляпу и сказал «Ах, какая вы милашечка! Прогуляемся!» Полисмен продолжал наблюдать. Стоило оскорбленной молодой особе поднять пальчик, и Соупи был бы уже на пути к тихой пристани. Ему уже казалось, что он ощущает тепло и уют полицейского участка. Молодая женщина повернулась к Соупи и, протянув руку, схватила его за рукав. «С удовольствием, Майк!» — сказала она весело. «Пивком угостишь?» «Я бы и раньше с тобой заговорила, да фараон подсматривает». Молодая женщина обвелась вокруг Соупи, как плющ вокруг дуба, и под руку с ней он мрачно проследовал мимо блюстителя порядка. Положительно, Соупи был осужден наслаждаться свободой. На ближайшей улице он стряхнул свою спутницу и пустился на утек. Он остановился в квартале с залитым огнями реклам, в квартале, где одинаково легкие сердца, победы и музыка. Женщины в мехах и мужчины в теплых пальто весело переговаривались на холодном ветру. Внезапный страх охватил Соупи. Может, какие-то злые чары сделали его неуязвимым для полиции? Он чуть было не впал в панику и, дойдя до полисмена, величественно стоявшего перед освещенным подъездом театра, решил ухватиться за соломинку хулиганства в публичном месте. Во всю мочь своего охрипшего голоса Соупи заорал какую-то пьяную песню. Он пустился в пляс на тротуаре, вопил, кривлялся, всяческими способами возмущал спокойствие. Полисмен покрутил свою дубинку, повернулся к скандалисту спиной и заметил прохожему. Это ельский студент. Они сегодня празднуют свою победу над футбольной командой Хартфордского колледжа. Шумят, конечно, но это не опасно. Нам дали инструкцию не трогать их. Безутешный Соупи прекратил свой никчемный фейерверк. Неужели ни один полисмен так и не схватит его за шиворот? Тюрьма на острове стала казаться ему недоступной Аркадией. Он плотнее застегнул свой легкий пиджачок. Ветер пронизывал его насквозь. В табачной лавке он увидел господина, закуривавшего сигару от газового рожка. Свой шелковый зонтик он оставил у входа. Соупи перешагнул порог, схватил зонтик и медленно двинулся прочь. Человек с сигарой быстро последовал за ним. «Это мой зонтик», — сказал он строго. «Неужели?» — нагло ухмылился Соупи, прибавив к мелкой краже оскорбление. «Почему же вы не позовете полисмена?» «Да, я взял ваш зонтик». «Так позовите фараона, вот он стоит на углу». Хозяин зонтика замедлил шаг. Соупи тоже. Он уже предчувствовал, что судьба опять сыграет с ним скверную шутку. Полисмен смотрел на них с любопытством. «Разумеется», — сказал Человек с сигарой. «Конечно, вы...» «Словом, бывают такие ошибки. Я, если это ваш зонтик, надеюсь, вы извините меня. Я захватил его сегодня утром в ресторане. Если вы признали его за свой, что же...» «Я надеюсь, вы...» «Конечно, это мой зонтик», — сердито сказал Соупи. Бывший владелец зонтика отступил, а полисмен бросился на помощь высокой блондинке в пышном манто. Нужно было перевезти ее через улицу, потому что за два квартала показался трамвай. Соупи свернул на восток по улице, изуродованной ремонтом. Он со злобой швырнул зонтик в яму, осыпая проклятиями людей в шлемах и с дубинками. Он так хочет попасть к ним в лапы, а они смотрят на него, как на непогрешимого Папу Римского. Наконец, Соупи добрался до одной из отдаленных авеню, куда суета и шум почти не долетали, и взял курс на Мадисон-сквер. Ибо инстинкт, влекущий человека к родному дому, не умирает даже тогда, когда этим домом является скамейка в парке. Но на одном особенно тихом углу Соупи вдруг остановился. Здесь стояла старая церковь со строконечной крышей. Сквозь фиолетовые стекла одного из окон струился мягкий свет. Очевидно, органист остался у своего инструмента, чтобы проиграть воскресный хорал, ибо до ушей Соупи донеслись сладкие звуки музыки, и он застыл, прижавшись к завиткам чугунной решетки. Взошла луна, безмятежная, светлая, экипажей и прохожих было немного, под карнизами сонно чирикали воробьи. Можно было подумать, что вы на сельском кладбище. И хорал, который играл органист, приковался Оупи к чугунной решетке, потому что он много раз слышал его раньше. В те дни, когда в его жизни были такие вещи, как матери, розы, смелые планы, друзья, и чистые мысли, и чистые воротнички. Под влиянием музыки лившейся из окна старой церкви в душе Соупи произошла внезапная чудесная перемена. Он с ужасом увидел бездну, в которой упал, увидел позорные дни, недостойные желания, умершие надежды, загубленные способности и низменные побуждения, с которых слагалась его жизнь. И сердце его забилось в унисон с этим новым настроением. Он внезапно ощутил в себе силы для борьбы со злодейкой судьбой. Он выкарабкается из грязи. Он опять станет человеком. Он победит зло, которое сделало его своим пленником. Время еще не ушло. Он сравнительно молод. Он воскресит в себе прежние чистолюбивые мечты и энергично возьмется за их осуществление. Торжественные, но сладостные звуки органа произвели в нем переворот. Завтра утром он отправится в деловую часть города и найдет себе работу. Один меховщик предлагал ему как-то место возчика. Он завтра же разыщет его и попросит у него эту службу. Он хочет быть человеком. Он... Соопи почувствовал, как чья-то рука опустилась на его плечо. Он быстро оглянулся и увидел перед собой широкое лицо полисмена. «Что вы тут делаете?» Спросил полисмен. «Ничего», — ответил Соопи. «Тогда пойдем», — сказал полисмен. «На остров три месяца», — постановил на следующее утро судья. Продолжение следует... Продолжение следует...